всем привет друзья с вами мама сегодня будет топовый ролик для вас сегодня я помогу вам разобраться на ком же катать этот пик карт офигенный нет там по моему сад там нету ни одной новые карты все по классике старенькие так что сейчас мы с вами разберем узнаем где что юзать и я думаю вам этот ролик будет полезен обязательно вы свои там сколько 15 побед рубанете заберете максимальный приз самое главное досмотрите до конца чтобы знать какие пики где юзать и ребята я вам сейчас расскажу одну интересную тему вот если у меня уже код есть да если ребят соберем 15 к лайков на этом ролике то для вас будет отдельный ролик я расскажу что я приготовил чтобы порадовать всех кто топит за ру команды ни одна команда еще не отбирался на чемпионат мира в оффлайне она там не была и вот этих мечных финальных финалах тоже не участвовала но если вы хотите увидеть такую тему если вы хотите узнать что я для этого готовлю не знаю получится на сто процентов или нет но в любом случае это будет весело интересно закидывайте лайки если поддержите меня закиньте столько лайков а я вас верю вы это на изи сделайте то я обязательно выпущу такой ролик и абсолютно все расскажу и покажу так что давайте с вами сразу приступим к этим картам единственное что хотел бы сказать что спасибо всем кто юзает уже мой код вы тоже ребят подрубайте в поддержку если еще не подрубили ну и в общем начнем сразу с первой карты это гемы каменный форт погнали а перед тем как мы с вами продолжим я бы хотел рассказать что осталось уже всего два отбора на сумасшедший турнир с бешеным фондом 300 к рублей теле 2 мобайл open cup 2020 регистрация бесплатный поучаствовать может каждый самое главное собрать команду прочитать все правила и прийти поучаствовать не забывайте что если не получится в этом отборе будет еще один шанс отобраться ну а лучшие игроки 1 августа зарубится за главные призы вся инфа будет по ссылочке в описании регистрируйтесь прямо сейчас сейчас вы ребята еще узнать почему я это ролик пилю сейчас с вебкой хотя лицо чуть потерто после борьбы в общем у меня есть для вас прикольная тема если вы не видели мой там ролик с открытием бокса то в принципе вы не поймете откуда эти наклеечки но они у меня есть плюс тут а старый комплект тут не все персонажи но все-таки они нам пригодятся и сейчас давайте сразу разъясним сейчас вы поймете о каких наклейках я говорю что я вообще к чему смотрите вольт по вальту пока неизвестно это очень имбовый бравлер если он будет доступен в чем я сомневаюсь потому что многие его вообще не нашли многие еще и не скоро найдут может быть кто-то вообще его не найдет а найдет там спустят там три сезона брал пас и так далее это будет блин через 150 дней это практически полгода но в общем суть в том что этот персонаж сейчас лютые мбовы и давайте мы поим по нему разъясним если он будет доступен то юзайте его на всех картах кроме одной это осада не юзайте там потому что там не хватает времени если вы не раз фармитесь то все до свидания и вам он уже не поможет а если вы потеряете атаку то может быть и все на этом закончится потому что вам придется дефать вы не сможете умирать не сможете своим телом защищать короче если он будет доступен но я думаю что навряд ли то вы тогда его юзайте везде кроме осады и давайте сейчас разберем более реальные пики которые скорее всего будут до гейл очень нембовый сейчас но при всем этом он не будет в бане потому что он будет по-любому доступен и старый персонаж предлагаю взять вам очень топовый пик и добавлю небольшие варианты которые можно изменить берем гейла на мид берем у нас мистер пи есть у меня к сожалению и есть у меня вот кто у меня есть пм ребята вот так вот вот так лучше видно у меня есть пм предлагаю вам взять гейла на мид вместе с мистером пи вы сразу залетаете на трамплинчик начинаете рашить правда сейчас это уже с небольшим контролем от соперников идет но так как у вас будет трамплин контроль самом начале будет по-любому у вас вы будете здесь раньше нежели чем ваши соперники после этого с мистером пи вы накапливаете на станцию а пм чем занимается пм она идет на левый фланг я думаю так будет куда плотнее но трамплин лучше поставить вот где-то сразу при начале игры а блин это это был мисклик не знаю как так вышло вот где-то вот здесь ровненько ставите и вот сразу залетаете на мид на свою территорию безопасную и если вдруг вдруг погибнете то всегда сможете залетать что же будет делать пм пм идет по этой стороне у нее нет задачи там зарашить сразу в упор и просто попытаться убить либо в размен пойти то есть убил не убил вы что делаете вы просто накидываете по кд сюда сюда проверяете если вы начали попадать если он коцан и начинает отступать продавливаете его вдоль до этой стены прям до конца чтобы его выкурить чтобы был контроль а тем временем мистер пи с гейлом по любому центр зарашит если я думаю там будут даже танки и так далее гел всегда может отточить всегда он застанет в коробке с мистером пи накидайте и желательно поставьте например я думаю что станция от мистер пи будет идеально вот здесь не забудьте что и у пэм у мистер пи должны быть вторые старки у пэм это старка на урон если она продавит потом она может поставить хилочку вот сюда ну а сама она уже может остаться где-то вот здесь под хилкой стоя но и не пропускает в сторону но вы еще спросите слушаем а ну ты короче прикольные вещи расскажешь ну а что по поводу второго фланга типа там же никого эта карта очень специфична и здесь не всегда фланги решают я вам предлагаю знаете что сделать я вам предлагаю сделать вот именно так как я вам рассказал а если вдруг смотрите сейчас вот если кто-то отсюда начинает на вас забегать или может быть он обойдет с этой стороны вы можете спокойно через сторону пэм уйти ну а тем временем еще и станция выйдет и начнет накидывать пинг вененок будет отвлекать короче вас не подожмут самое главное что пэм держала левую сторону чтобы она ее продавила так что я думаю эта тактика прям разжевана для вас максимально не забывайте что если боль будет доступен то он наверное будет получше ниже чем можете сами выбрать можете мистер пинамид оставить а вальта взять как сапа и когда он расфармится это будет очень жестко я думаю его не будет так что про это забыли про вальта пока забыли пока разберем плотные пики следующая карта наши всеми любимые змейной степи это очень веселая карта и для вас есть full пик давайте покажу его это у нас по-любому бошка это у нас по-любому пай пуля и сейчас конечно же я вам покажу тару таро пайпер бом давайте расскажу что надо сделать чтобы все четко прошло и буквально такие наверное возьму пайпер потому что остальное в принципе показывать не нужно смотрите берем пайпер а тут иногда стороны меняются видите этот домик он очень важен сейчас расскажу почему сейчас он справа иногда он может быть слева так что вот так вот бывает смотрите ребят вот где-то здесь бы может поставить свою станцию свой тотем но все абсолютно все идут на мид и почему это очень важно потому что вам нужно забрать звезду то есть желательно хотя в принципе не факт желательно сделать как таро проходит к этому домику пайпер где-то на миду чтобы любую сторону сразу прострелить а бой идет по этой стороне чтобы если кто-то вдруг пойдет на него то он он точнее он да он бы это видел но еще очень важно не пожалеете один свой гаджет на таре вот когда уже вот отсюда вы при начале будете подходить вот сюда сразу подрубать и если тут где-то будет бон вы просто накидаете по нему если там будет кто-то но хотя там не факт что будут супер идеальные пике это все-таки стран домами катки часто бывает но самое главное заберите звезду после того как вы звезду забрали тара сразу уходит копить ульту но оба остается карауле бо не обязательно сразу идти по тотем и копить на минке это не очень важно самое главное чтобы вас сразу не зарашили чтобы тара расфармилась поэтому бо идет и чекает все фланги вот так вот здесь погуляет тут погуляет вот пайпер конечно можно накопить для того чтобы просто пройти и сломать эту сторону после того как вы сломали эту сторону в если все безопасно если вас не рашет может быть они тоже будет играть под этим же пиком и там отсиживаться накапливать на ульту самое главное потом еще раскроете и эту сторону и после кого после того как эти две стороны будут раскрыты может быть где-то еще вот здесь минки будут стоять как только они к вам начнут идти вы всегда их будете видеть и всегда будете встречать если пайпер хотя бы чуток умеет попадать блин к такому пику подойти будет крайне тяжело возможно там бров может немного запарить носки потому что умеет прыгать так далее у тара самая главная задача это затягивать тех кто наверняка не убежит это бо и так далее можно где-то даже встретить под его зрением можно даже не подрубать гаджет вы просто вместе с бою идете как только вот увидели сразу юзайте ульту затягивать его и убивайте тут тоже очень плотно детально все рассказал я думаю у вас это на изи получится так что ребят веру верю вас если если прям нот реально не любите на пайпер не можете то тогда возьмите брока и просто заберите звезду отпрыгните назад если будет опасно раскройте две стороны нак накопите вместе стороны ульту и просто высиживайте и ожидайте хорошего момента сами не идите потом у нас есть очень противная осада заводская лихорадка не считая новых осад это самая тяжелая осада потому что здесь карта практически раскрыта и постоянно какие-то замесы происходят кто же нам поможет в этом деле конечно же это будет брокич и еще у нас будет пэм есть еще один персонаж у меня нету как к сожалению этой наклеечки но это у нас макс это у нас макс давайте расскажу что как будет происходить здесь на мид еще можно пайпер но если вы не супер хороший стрелок то когда вас подожмут заберут контроль будет очень тяжело лучше взять пм на ней легче накидывать постоянно просто на мид идет и просто всех закидывает по кд за болтик можно зарубиться иногда это делают даже через гаджет то есть ты бежишь сразу залетаешь у тебя небольшое расстояние преимущества макс идет на фланг и у нас есть еще и брок брок тоже идет на фланг накапливает на ульту раскрывает вот эту стенку у врагов обратите внимание не у нас то есть вот здесь вы ломаете ее после того как пм еще накопит на станцию в принципе если даже будут танки макс всегда сможет их коцать постоянно не давать хилиться спам потом всех ускорять если будут опасные моменты сразу отлетать после того как вы раскроете карту я думаю это будет гг для ребят потому что такой пик дефать крайне тяжело по им очень лютера что у нее схилка у брока есть огонек по любому взять огонек у пм возьмите возьмите вторую старку лучше просто если вот эта стена будет целы вот эти уголки вы поставьте пути к стене и все после этого уже будет крайне тяжело я думаю что может быть здесь еще и хорош гейл если какого-то из бравлеров хотите убрать то возьмите гейла но учтите что если не будет брока то карту раскрывать вы не сможете и это будет небольшой так сказать слабостью потому что если вы там по атакам будете на равных не факт что вы по дамагу выиграете без слома этих стен так что если ребят не уверены там каком-то из бравлеров можно на на макс у вас не супер круто там кто-то катает возьмите гейла он сейчас тоже имбовый практически везде подходит но опять же по поводу вольта и даже если он доступен сюда лучше не берите пока боль супер медленный этого не будет достаточно для вашей тему чтобы всем помочь поэтому вот юзите поэт этот пик по классике я вот уверен этот пик многие разнесет хотя для турниров более важные там есть темы там сэнди берут от контроля играть но это уже целая наука в которой внедряться против ребят которые будут вас играть в это испытание не стоит возьмите этот пик и даже если против вас будут хорошие рандомы но у них будет рандомный пик вы все равно остановите так что погнали осталось сейф и футбол горячая кукуруза ребят очень прикольный сейф тоже довольно таки тяжелый тоже очень большая плотность карты которая раскрыта и постоянно будет вас держать напряжение у меня из бравлеров подходящих есть только одна наклейка это брок брок идет на левую сторону хотя если в принципе не особо комфортно можете поменяться смотря кто там будет иногда все трое могут на мид пойти так что без разницы левый или право это не столь принципиально все зависит от обстоятельств по правой стороне у нас но опять же либо левый по флангам есть у нас и макс и конечно же брок помиду у нас будет гейл и давайте я вам покажу что за тактика в принципе есть сейчас найдем гейла смотрите как только вы появляетесь вы сразу ставите трамплин поставили трамплин сразу залетайте в эти кусты и контроль уже у вас есть кстати рикошета здесь тоже часто берут но я думаю что а он может только сдерживать то есть закидать гейла и заражить он его не сможет не факт что даже ульта поможет потому что у гейла есть тоже ульта и она может быстренько угомонить рикошета по сторонам задача какая я думаю что броку и макс очень важно продавить как-то если кто-то из них может пройти то забить на деф и просто атаковать потому что в дефе у вас есть гейл и гейл очень хорош в атаке он по 1700 тоже может по 2 ксаре накидывать но он куда кручит контрит всех этих танков он их отталкивает отгоняет от сейфа постоянно не дает проходить если там будет какой-то брок он может спокойненько подойти застанет его и так сказать убить или как бы отогнать а это очень важно для вашего сейфа потому что любая секунда любое там миг он может все изменить один процентик часто решает но такие катки в принципе вот против рандомов они не всегда будут поэтому гейл идет мид сдерживает приоритете его деф но если есть возможность добить то конечно залетайте на сейфе и точнее на сейфе на трамплине и добивайте по поводу остальных бравлеров я думаю тоже вы поняли если есть возможность пройти забейте на остальных пролетите туда и выпиливайте сейф без разницы это брокколи макс два этих бравлера очень хороший дамаг выдают а если вы по всем трем точкам продавите и подожмете к сейфу то сейф спилится просто в один миг так что я думаю это самый крутой пик не обращать внимание на то что гейл наелся и спит мы отправляемся в футбол это крайний режим и крайние карты которые будут внутри игры на этой карте они будут в этом испытании так что погнали супер стадион ребята для вас есть тоже неплохой пик давайте посмотрю кто у меня из этого пика есть есть точно один бравлер нет есть даже два но один из них будет под вопросом смотрите я вам предлагаю взять есть здесь варианта взять на mid b но если против вас попадется мистер пи особенно со второй старкой это все до свидания потому что будет каждую секунду выбегать пинвиненок и вы задолбаетесь его останавливать я думаю что есть хороший для вас пик смотрите либо это это джин вот он вот он и еще сюда можно взять фрэнка вы подумайте что за фигня какой фрэнк но в связке с макс и джином этот бравлер может просто давить просто как танк идти вот просто игра началась сейчас покажу вы берете сюда хилочку у вас там дофига хп вместе с этой старкой 10к с чем-то и да тут можно встретить спраута но его силы не хватит против такого пика вы просто начинаете расы и конечно да вас тоже могут добить по вам могут накидывать но на джинни возьмите хилку если что фрэнк станет под эту хилочку и быстро вернет свои 10к хп по другой стороне макс будет накидывать если продавит фланг то будет круто если не продавит но хотя бы накопит на ульту то это уже достаточно чтобы джин кого-то затянул вы вместе с джином его расфигачили если не получилось подрубайте гаджет станете просто всех и это будет изи гол но если вы не уверены фрэнки то я вам сейчас покажу еще один очень интересный пик к сожалению у меня нету этого стикера но сейчас вы сами все увидите погнали если у вас нету фрэнка то возьмите на сторону мистера пи я вам отвечаю этот бравлер задолбает просто любого допустим а боты через мид не играют но пусть они играют через центр точнее через фланг не играет они все играть через центр руки это не проблема может быть вас также будут рашить как только накопили на ульту все игра начинается напомню это 2 старка да вы недалеко стреляете вы не достаете но пингвиненок будет выносить всех и он заставится он заставит пятиться назад всю команду потому что каждый из этих ребят будет вынужден стрелять по этому пингвиненку чтобы не коцаться сильно в это время вы сможете их добить и возьмите его вместо фрэнка возьмите джина макс и мистер пи этот пик конечно будет тяжело по началочке возможно вас могут попытаться зарашить какие-то там два танка можно даже что-то там с биби с полка увидеть так далее но как только вы накопите на станцию как только вы ее поставите займете контроль и начнете просто плавно всех выпиливать вы можете даже где-то вместе стоять из там нетара с ультой вместе можете стоять чтобы джин всех хилил и тогда вы расстреляете любую команду любая команда будет вынуждена назад отойти так что ребят я думаю что эти пики они очень хорошие и как бы на эти испытания много пиков но я выбирал что-то более простое и понятное для вас поэтому я думаю вам эти пики помогут я очень буду ждать ваши комментарии чтобы вы написали помогли они или нет конечно наверное я их уже прочитаю в своем ролике когда пройду испытание и спрошу ну как у вас там получилось и кстати не обращать внимание иногда я в испытания со своей командой играя какой-то дуфтой чисто по рофлу но почему а просто нам иногда скучно бывает иногда слишком слабенькие челики против нас поэтому мы что-то веселое придумаем но а если у вас нету супер жестко сыгранной тимы то тогда эти пики для вас будут идеально так что ребят будем на этом подводить итоги я надеюсь вам этот ролик был полезен надеюсь он вам понравился закидывайте лайк как я и говорил соберем 15 лайков я расскажу что же я за план придумал сидя у себя дома и планирую его реализовать в июле так что всем удачи ребята и всем пока